Сейчас мы будем говорить о первом пункте, который называется «Получение». Сейчас мы с вами посмотрим, как же мы с вами можем получать откровение от Бога, через какие пути оно приходит. Посмотрим это вписание, посмотрим нашу тезис. Хорошо. Первое и, наверное, самое частое, что мы получаем откровение – это наши духовные глаза. Ну, давайте назовем духовное зрение. Духовное зрение. Я думаю, каждый из нас в своей жизни когда-то видел видения, я не знаю, какие-то картины, какие-то сны – все то, что мы получаем от Бога информацию через глаза. Писание нам четко и ясно говорит. Апостол Павел пишет Ефесянам в первой главе и молится о том, чтобы Господь просветил очи сердца. То есть мы понимаем, что у нашего духовного сердца есть определенного рода глаза. Апостол Павел говорит, я молюсь, чтобы эти глаза, Бог вам их открыл, чтобы Бог вам их просветил. Это будет хорошо для вашего познания Бога. Поэтому нам нужно понимать, что у нашего духовного сердца есть глаза, с помощью которых мы можем видеть. В идеальных написано, что в последние дни, когда Бог изольет от Духа Святого, да, юноши, они будут видеть видение. Старцы, они будут разумляя на своем видении. То есть это происходит. Господь работает через наше духовное зрение. И, говоря о духовном зрении, мы можем выделить несколько, как бы, таких подпунктов, через которые Бог работает. Ну, а пусть будет. Это, скажем так, наше внимание или заострение внимания. Заострение внимания. Привлечение внимания, как горло. Что я здесь имею в виду? Я не буду прочитывать все места. Я буду их цитировать. Если вы помните, когда Павел шел в Иерусалим, в одном из мест, в дом, где он находился, приходит пророк, которого зовут Агав. И мы видим, что пророк интересно высвобождает слово. Он не говорит напрямую к апостолу Павлу или напрямую к собранию, которое было там. Он берет какую-то вещь из гардероба Павлова, которое называлось пояс, связывает себе руки и ноги и говорит, чей это пояс. То есть, он концентрирует внимание людей на поясе. Он говорит, чей это пояс, того так свяжут у Русалимы людей и отдадут руки язычную. То есть, очень интереса нет. Он концентрирует внимание людей на какой-то вещи. Опять же, много мест в Писании, которые также об этом говорят. Более того, сам Бог говорит, как Он открывается к людям. Он говорит, через рассматривание творений, если вы читаете Писание. Он говорит, когда люди смотрят на то, что сотворил Бог, они должны видеть и понимать, что кто-то это сделал. То есть, Он привлекает их внимание. И говорит, эй, посмотрите, посмотрите, это сделал ядок, они откуда-то выйдут. У этого есть Создатель. Где-то служит служением исцеления или когда-то с этим сталкивался. Может быть, вы замечали, что очень часто Бог концентрирует твое внимание на какой-то части тела человека. И ты сам даже иногда не понимаешь, но потом с опытом это приходит. Ты думаешь, почему я постоянно смотрю на его ногу. И ты говоришь, брат, сестра, а вот ты не слышишь какие-то боли, надеять, дискомфорт? Нет проблем у тебя с ногой? И, как правило, люди говорят, ну да, откуда ты? Или тоже такой распространенный случай в России. Потому что у нас, мне кажется, кто был в России давно, кто не был, очень смешан протестантизм с православием, с другими какими-то вещами. То есть очень много таких христиан перемешивается. И ты вот так вот заходишь в дом ко многим людям протестантского движения. И ты заходишь, и вот почему-то твое внимание привлекает книжная полка. И ты такой идешь, и ты такой смотришь. Вот стоит вроде Библия там, книги по богословию, детская Библия. Гораскоп на 2018. Молкование, Писание. И ты такой раз. А Гораскоп у тебя что делает? Он говорит, ну я же стрелец. Тогда вопрос ответ. Если стрелец со мной. То есть очень часто Бог концентрирует внимание на каких-то вещах, на каких-то предметах. И чем больше ты служишь в пророчестве служения, даже если не в прошлом, тебе приходит понимание, для чего это, почему Бог направил твой взгляд туда или сюда. И ты можешь просто идти, Бог концентрирует внимание на каком-то человеке. Думаешь, Господь, ну а что? И Бог тебе дает какую-то информацию, ты идешь, общаешься с Ним. То есть Бог может привлекать наше внимание, заострять наше внимание на чем-то. Пункт Б. Пункт Б. Назовем его так. Внутреннее видение. Сейчас я поясню, что имею в виду под слово. Внутреннее видение. То есть внутреннее видение это, они бывают тоже переживания различные. Когда ты закрываешь глаза. Почему внутреннее, когда ты закрываешь глаза и ты что-то видишь. Потому что есть у нас такое интересное в голове, даже не знаю как сказать, одно из качеств, даже одно из качеств, которые нам вложил Бог, это воображение. И что-то, когда ты закрываешь глаза, молишься за человека, молишься за себя. Ты закрываешь глаза и беспокойство что-то рисует. Это может быть какая-то замерзшая картина, это может быть какая-то анимация, это может быть раскрученный сюжет. То есть всегда по-разному. Но внутреннее видение мы относим именно то, когда ты закрываешь глаза и ты что-то видишь, ты что-то получаешь. Конечно, опять же, очень много этих мест, писания не будут на них останавливаться. Я думаю, мы каждый это переживали когда-то в своей жизни. И там Бог может рисовать разные вещи. Абсолютно разные вещи. Но стоит кому-то, да, так сказать, подтолкнуть тебя. Эй, Саша, ты открываешь глаза и все. Абсолютно. Спасибо.